Всем привет, друзья! С вами Андрей. Добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня мы поговорим про очередную амбициозную идею Илона Маска, который хочет построить собственный город. Гейтс и Безос инвестировали 80 миллионов долларов в электродвигатель нового типа. Virgin Galactic отложила космический туризм на 2022 год, чего ждать в 2021. Porsche представила электро-универсал Taycan Cross Turismo. На эти и другие темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Не забудьте подписаться на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! Основатель Tesla и SpaceX объявил об очередном амбициозном проекте. Илон Маск будет строить собственный город. В своем твиттер он рассказал, что город будет называться Starbase, звездная база. В последующих твиттах Илон уточнил, что вкладывает в проект 5000 биткоинов. На минутку это около 245 миллионов долларов по сегодняшнему курсу. А если криптовалюта продолжит набирать обороты, то и больше. Новый город будет док-френдли. Видимо, в данном случае имеется в виду не собаки. Скорее всего, это отсылка к криптовалюте Доккоин, которая выстрелила как раз благодаря Илону и его сверхпопулярному твиттеру. Возможно, этот намек также означает, что в городе можно будет расплачиваться этой криптой. Где именно будет находиться город, пока неизвестно. Пока мы знаем только, что это будет в штате Техас. Как известно, именно туда Маск переехал в прошлом году. Также в Техасе находится филиал уже упомянутой Тесла. И полигон для испытаний аэрокосмической корпорации SpaceX. Еще одна интересная новость, которая касается всеми любимого Илона Маска, так это то, что он покажет изменившийся электропикап Тесла Cybertruck в ближайшее время. Неужели он и вправду появится в продаже? В конце 2019 года компания Тесла представила свой первый электропикап Тесла Cybertruck. С тех пор об автомобиле почти ничего не слышно. До последнего момента. Накануне глава автопроизводителя Илон Маск заявил, что покажет изменившийся пикап уже в ближайшее время. Демонстрация долгожданной многими новинки должна состояться уже в следующем квартале. При этом сейчас, согласно имеющимся данным, Тесла вовсю трудится над запуском полноценного производства электропикапа. Что интересно, компания не стала сильно изменять авто в сравнении с представленным пару лет назад концептом. Так, Илон Маск рассказал, что за прошедшее время была изменена лишь подвеска. Возможно, в рамках очередной модернизации будет немного изменена и общая конструкция вместе с размерами пикапа. Turntide Technologies потратила 11 лет на разработку электродвигателя нового типа с широким спектром применений, от бытовой электроники до промышленных предприятий и сферы здравоохранения. Система стартапа построена на базе вентильного реактивного электродвигателя. Практически не использует подвижных компонентов и на 64% энергоэффективнее обычных асинхронных моторов. Ключевой секрет Turntide в облачном программном управлении. Особенность этих электродвигателей – точные попеременные импульсы энергии, количество и скорость которых определяется с помощью программной платформы. Разработка этой системы заняла 11 лет. Столько времени компании потребовалось для достижения достаточной вычислительной мощности, для управления двигателями из облака. В облачном двигателе вы пропускаете ток в двигатель со скоростью, с которой хотите его запустить. А мы подаем импульсы в точном количестве именно туда, когда хотим получить нужный крутящий момент. Это программно определяемое оборудование, объяснил исполнительный директор стартапа Райан Моррис. Как правило, такие двигатели используются в отраслях, где ошибки и перебои недопустимы, или горнодобывающих предприятиях. А коммерциализация технологии на потребительском рынке ранее была невозможна, из-за отсутствия системы для контроля. Но Терн Тайт обещает решить эту проблему. Запатентованное ПО компании поставляется вместе с аппаратным оборудованием. При установке электродвигателей стартап подключает клиентов к своей платформе. Стартап успешно закрыл раунд финансирования на 80 миллионов долларов от нескольких инвесторов, во главе с фондами Билла Гейтса и Джеффа Безоса. Virgin Galactic в очередной раз отложила запуск туристов в космос. Первые путешествия переносятся на начало 2022 года. Об этом стало известно в ходе оглашения отчетов компании за 4 квартал 2020 года и за полный год. После обнародования этих данных, акции Virgin Galactic резко упали в цене. Чтобы начать коммерческие полеты, Virgin Galactic необходимо завершить программу тестирования космолета VSS Unity. Однако испытания не всегда проходят гладко. Во время второго супербитрального полета в феврале 2019 года горизонтальный стабилизатор VSS Unity получил серьезные повреждения. По словам тогдашнего вице-президента Virgin по вопросам безопасности Тодда Эриксона, компании повезло, что не были утрачены корабль и экипаж из трех человек. Необходимость ремонта и модификации VSS Unity вызвала задержку дальнейших испытаний. А пандемия еще больше замедлила выполнение программы. 1 мая и 25 июня 2020 года аппарат совершил планирующие полеты без запуска ракетного двигателя, в ходе которых были проверены внедренные улучшения. Старты проходили в Нью-Мексико с космопорта Америка. 12 декабря VSS Unity снова попытался запустить свой двигатель в полете. Однако процесс был прерван, поскольку бортовой компьютер потерял связь с двигателем. Пилоты продолжили полет в режиме планирования и вернули космолет на взлетно-посадочную полосу. По словам президента Virgin Galactic Майкла Мозеса, причиной сбоя стали электромагнитные помехи, которые привели к перегрузке компьютера. Летом компания планирует провести как минимум два тестовых полета. Первый из них предполагает нахождение четырех человек в пассажирской кабине. Далее планируется провести испытание, во время которого на борту космолета будет находиться основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. Летом или осенью компания рассчитывает получить доход от проведения полета с участием трех пилотов итальянских ВВС, которые будут готовиться к полету в космос. Перед стартом туристических путешествий, которые запланированы на начало 2022 года, VSS Unity и его самолет-носитель VMS Eve ожидает доработка, которая продлится около четырех месяцев. Также в планах Virgin Galactic представить 30 марта этого года космический аппарат третьего поколения. После этого его также ждет серия испытаний. Компания рассчитывает, что этот аппарат будет готов к коммерческим полетам примерно в то же время, что и VSS Unity. Компания Porsche представила электрический Taycan Cross Tourism в кузове Universal. Церемония состоялась в цифровом формате. Оригинальный Porsche Taycan представили в 2018 году. Теперь настала очередь немного более практичного его варианта – Taycan Cross Tourism. Благодаря более высокой линии крыши у задних пассажиров появятся дополнительные 47 мм пространства над головой. А максимальный объем багажного отделения возрос до 1200 литров. Примерно как у хэтчбека Volkswagen Golf. Дизайнерская инновация – пластиковый обвес, символизирующий высокую проходимость. Клиренс теперь может быть на 30 мм выше. В каждой из конфигураций будет аккумулятор на 93,4 кВт-часов под названием Performance Battery Plus. Она должна обеспечивать запас хода от 387 до 455 км в зависимости от двигателя и массы конкретной машины. Базовая версия в Британии будет стоить 80 000 фунтов. Taycan 4 Cross Tourism получит двигатель на 375 лошадиных сил, что даст возможность разгоняться до сотни за 5,1 секунды, а заявленная максимальная скорость – 220 км в час. Модификация Taycan 4S Cross Tourism оценена в 88 000 фунтов. Тут уже 483 лошадиных силы, 4,1 секунды до сотки и максималка в 240 км в час. Топовые варианты Turbo и Turbo S получили ценники в 117 и 140 000 фунтов. В них 616 и 751 лошадиных сил соответственно, 3,2 и 9 секунд до первой сотни, а максимальная скорость ограничена показателем в 250 км в час. Предзаказ откроют весной. Porsche хвастается своей системой зарядки на 800 вольт и мощностью до 350 кВт. В теории это дает возможность восстановить от 0 до 80% заряда за 22 минуты. Еще одна интересная новость касается нашего канала. Она гласит о том, что на канале возобновляется рубрика, где мы говорим коротко о технологиях. Сюда же мы хотим добавить рассказы об интересных стартапах и различных интересных разработках со всего мира. Кстати, об одной из них я расскажу уже в следующем выпуске. Поэтому, друзья, обязательно жмите на колокольчик, чтобы его не пропустить. Ну а я буду на этом заканчивать. Большое спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Поставьте ему мощный лайк, подпишитесь обязательно на канал. Ну и конечно я жду ваших комментариев внизу, на которые обязательно по максимуму стараюсь отвечать. Подписывайтесь на все наши полезные ресурсы по ссылкам в описании. Ну а я буду с вами прощаться. По традиции желаю вам просто бомбического весеннего настроения. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok